Привет, друзья! Здравствуйте! Как настроение? Давайте поаплодируем! Ура! Молодцы! Итак, наш праздник под названием «Красота, как образ жизни» продолжается. Набирает свои обороты. Здесь становится по-настоящему жарко. Мы уже узнали для себя, конечно, не очень оптимистичные новости о том, что нам в Новый год придется отказаться от майонеза. Я так понимаю, что большинство из вас до сих пор переживает это как личную трагедию. Но я надеюсь, что следующий человек, который выйдет на эту сцену, вселит вас оптимизм хотя бы своим внешним видом. Во-первых, я хочу сказать, что эта девушка, она диетолог и нутрициолог. Более того, это первый человек, который, даже ее фамилия, говорит о том, что она прирожденный диетолог. У нее фамилия Голодковская. Говорят, это из рода в род. Вот Мария Голодковская, выходите сюда, давайте поаплодируем этой прекрасной девушке. Я небольшая предыстория. Говорят, что просто вот это вот знание, а это подобно тайным ведическим знаниям, которыми обладает Мария, она передается от отца к сыну. И вот говорят, даже дед Вениамин Голодковский у Маши был нутрициолог. Его так все и звали. Нутрициолог Вениамин. А может, просто морил всех голодом, да, все деле. Поэтому Голодковский. Это же от него все-таки фамилия, Маш. Расскажи, я шучу, не делай такие глаза, это я просто сейчас на ходу придумываю. Маша расскажет вам о здоровом питании, потому что, как вы сами видите, все здоровое питание отражается на ее внешности. Посмотрите, кто согласен со мной, что Мария выглядит роскошно, превосходно, можно поаплодировать. Вот, значит, Мария у нас, помимо того, что она на «ты» с грифом, гантелями, растяжкой и ковриком для пилатеса, она еще на «ты» с венчиком и скалкой. Мария, ну я уступаю тебе эту сцену. Пожалуйста, делай с ними, что хочешь. Добрый день, Краснодар. Меня зовут Мария Голодковская, как уже Тимур представил. Меня, я действительно нутрициолог, я специалист по питанию и специалист по фитнесу. И вы можете уже знать меня по проекту «Велнес-прокачка», где я уступала нутрициологом, соответственно, и вела участников по дороге правильного питания к светлому будущему. Сегодня у меня такой мастер-класс по приготовлению полезных печеней. Как уже Ольга Николаевна сказала, действительно, селедка под шубой – это не очень полезно, да, и оливье – это не очень полезно. Но, конечно, мы не хотим отказываться от вкусненького, правильно, ведь Новый год – это праздник, и нам хочется себя чем-то побаловать. Я такой человек, хоть я и очень слежу за питанием, но я очень люблю вкусно поесть, поэтому я изобретаю очень много рецептов, которые бы как раз были очень вкусными, и в то же время они были бы безвредными для нашей фигуры, да, и сохраняли бы нашу молодость, здоровье, здоровье нашей семьи, детей и так далее. Вот, поэтому все, что я готовлю, это очень вкусно и очень полезно, поэтому сегодня один из рецептов я дарю вам – это новогодние имбирные печенья. Вы могли найти уже в ваших подарках, куда-то у меня унесли, а, вот он, в подарках найти уже вот такой вот, да, рецепт, по которому мы будем сегодня готовить эти печенья. Чем вообще отличается выпечка полезной от выпечки неполезной? Самое вредное в выпечке что у нас, друзья? Сахар, действительно. А еще что самое вредное в выпечке? Мука, действительно, потому что и сахар, и мука, как уже врач-диетолог сказал, поднимает сахар в крови, способствует скоплению, накоплению жиров там, где нам не нужно. Вот, поэтому все вредное мы убираем из рецепта и заменяем на все полезное. Вот, так вот, сахар мы заменяем стевией. Кто не знает, что такое стевия? Есть тут еще такие у нас люди, кто не знает или все знают? Не знают, да. Я рассказываю, стевия, у нас тут такое есть, стевия в порошках. Это самый безвредный сахарозаменитель. Вот, я, наверное, рекламу не буду устраивать бренду. Это растение, то есть это растительный сахарозаменитель. Он безвреден, он не поднимает сахар в крови. То есть, в принципе, вы можете легко заменить все ваше питание именно на стевию, имею в виду весь сахар на стевию. Кто не знает, коричневый сахар также вреден, как белый. Кто не знает, фруктоза также вредна, как и сахар. Поэтому не надо думать, что фруктоза – это полезный сахарозаменитель, в смысле безопасный. Поэтому, если мы хотим обезопасить себя, могу гарантировать, если вы перейдете на стевию, сразу минус 2 кг через неделю. Это очень быстро случается. И советую переводить, конечно, и старшее поколение на стевию, переводить родителей ваших на стевию, чтобы сахар в крови у нас не поднимался с возрастом тоже. Поэтому сахар мы заменяем на стевию, муку белую, которая тоже у нас очень вредная, и тоже от нее растут животики и все остальное. Мы заменяем на цельнозерновую пшеничную муку. Это мука, которая содержит все полезные свойства цельного злака, оболочки. Еще какие виды муки мы можем использовать безвредные. Сейчас, благо, очень много разных видов муки вообще в супермаркетах. Вы могли заметить полбенную муку, цельнозерновую, есть ржаная цельнозерновая мука, есть гречневая мука, есть овсяная мука, есть соевая мука. Действительно, все вот эти виды муки вы можете использовать у себя дома, экспериментировать и делать вашу выпечку такую же вкусную, но абсолютно безопасную. Потому что, честно, то время, когда в магазинах ничего не было, и нам просто приходилось использовать обычную белую муку, прошло. Сейчас новое время, время здоровых продуктов, здорового питания, молодости и так далее. Поэтому, честно говоря, все в ваших руках и в руках вашей фантазии. Поэтому прям при вас все буду готовить. Значит, у нас есть жидкие ингредиенты, есть сухие ингредиенты, поэтому начинаем смешивать сначала жидкие ингредиенты. Для этого мы разбиваем одно яйцо. Дальше у нас идет мед. Меда здесь идет где-то одна третья стакана. У нас есть стаканчик. Одна третья стакана у нас идет медом. Мы его тоже сюда. А, давайте мы яйцо немножечко взобьем, да? Все-таки, чтобы у нас выпечка получилась более воздушная. Яичко мы взобьем. Думаю, достаточно. Вот, туда мы добавляем мед. Что у нас еще из жидких ингредиентов? Да, детское яблочное пюре входит на самом деле в состав. Для чего используется в полезной выпечке детское яблочное пюре? Я вам скажу. Потому что масло сливочное мы не используем для выпечки. А детское яблочное пюре в выпечке дает вот эту консистенцию, да, как сказать, такую, не делать тесто клёклым. То есть, в принципе, его можно добавлять как-то замену маслу сливочному. Поэтому его тоже добавляем. Четыре столовые ложки нам нужно. У нас есть столовая ложка. Ну и, конечно, оно, в принципе, тоже сладость дает и определенный привкус нашему печенью. Потому что у нас печенье зимнее, печенье имбирное. Поэтому яблочный вкус туда, в принципе, тоже очень хорошо идет. Это мы тоже все, значит, взбиваем. Кто-то уже очень хочет печенье, я смотрю, детские голоса. Уже ждет, не дождется, пока они будут готовы. Так. Дальше. Оливковое масло. Да, все-таки, конечно, немножечко масла нам нужно. Но мы заменяем сливочное на оливковое масло, которое тоже является, естественно, более полезным вариантом. Так. Оливковое масло. Я так, конечно, наизусть не помню. Поэтому я все-таки подглядываю. Две столовые ложки. Вообще, действительно, хочу призвать вас экспериментировать на кухне. Потому что, действительно, поле для фантазии, оно совершенно огромное. Сейчас, благо, есть огромное количество полезных рецептов. Кстати, я подготовила для вас целое меню новогоднее из закусок, из основного блюда и из десерта. Оно абсолютно полезное, очень красивое. Ну и да, очень полезное новогоднее меню. На сайте Арифлейм оно, мне кажется, уже есть. Да, друзья, на сайте Арифлейм у нас же есть уже меню. Да, поэтому мы его уже все попробовали, одобрили и вам уже его предоставили. Так, и мы смешиваем, соответственно, в другой отдельной таре мы смешиваем все сухие ингредиенты. Это 450 грамм муки, цельнозерновой муки. Но, как я уже сказала, вы можете использовать смесь мучную. То есть вы можете ее сами делать из гречневой, полбиной, соевой. Я уже говорила, нутовая. Сейчас просто ду такое количество разного вида муки. И, честно говоря, выпечка тоже может, соответственно, меняться, вкус может меняться в соответствии того, какую муку вы используете. По-моему, в велнес-прокачке было меню предоставлено, которое я использовала для участника велнес-прокачки. И там мы даже делали оладьи совершенно вкусные и полезные, если кто смотрел. Кексы мы делали. Да, готовили дома? Кто пробовал? Понравилось? Да, ну вы скажите, что замечательный, вкусный и полезный, ничем не отличается, даже может быть вкуснее, чем обычные кексы фабричные. Потому что действительно фабричные сладости, они очень вредные сладости. Потому что там используются самые вредные кулинарные жиры, самые вредные, самые дешевые, как пальмовое масло, дезодорированные жиры. То есть это, в принципе, те жиры, которые у нас остаются потом на стенках сосудов, которые потом способствуют развитию атеросклероза, инсультов и инфарктов. У нас тут немножечко грязно, но ничего. Вот, поэтому, в принципе, вся выпечка, которая продается в магазинах, ну, это самое вредное, что там может быть, что вообще может быть. Там ничего полезного, ничего хорошего нет. Если вы просто хоть раз почитаете состав того, что вы едите, то есть это, конечно, красиво украшено, розочки, все такое вот аппетитное. Если вы перевернете и почитаете состав, там не будет все так же аппетитно. Там будут всякие е, всякие добавки какие-то. В общем, все это будет ужасно вредно и не так уже аппетитно, как кажется. Поэтому готовьте сладкое дома и сами, для ваших близких. Дальше гвоздика и имбирь у нас идет, чтобы наши печенья были пряными. Эти печенья вы можете также делать дома с детьми, потому что их потом замечательно можно украшать вместе с детьми, посыпать глазурью. Я кладу еще ванилин. Посыпать глазурью или украсить глазурью. Поэтому, честно говоря, это еще замечательное занятие с детьми. И разрыхлитель я добавляю. Все это мы размешиваем. И мы вливаем жидкие ингредиенты в сухие, соответственно. Это делает нашу выпечку действительно воздушной, когда мы отдельно смешиваем жидкие ингредиенты и сухие ингредиенты. И аккуратно перемешиваем. А кто, скажите мне, пожалуйста, следовал вместе с нами тому расписанию или тем программам, которые были в волны с прокачки? Тренировки, питание, следовали? Расскажите, результаты были какие-то у вас? Да? Согласитесь, что вы не голодали. Наверное, замечательно себя чувствовали. Можно похудеть без голодовок. Абсолютно спокойно. Здорово. Это тесто для печенья, поэтому после того, как вы его помешали ложкой, можно его начать уже вымешивать руками, потому что оно должно быть достаточно плотным. Поэтому мы начнем вымешивать его руками. Тесто у нас получается такое пластичное. Уже очень-очень вкусно пахнет имбирем и всеми специями прям Новым годом. Прям можно уже фитнесом заниматься и качать бицепс немножко параллельно. Так, ну тесто вобрало все достаточно муки, превратилось у нас вот в такой комочек. Вообще тесто для печенья, если вы готовите печенье, его нужно на 2 часа класть в холодильник после того, как вы его вымешали. Тогда оно, его будет удобнее потом раскатывать и удобнее потом уже из него делать печенье, уже соответственно лепить. Такой у нас клубочек. У нас немножечко такие походные условия. Так, чтобы не посыпать поверхность мукой, как мы привыкли это делать, очень просто можно вымесить тесто на либо силиконовом коврике, либо вот на такой бумаге для выпечки. Тогда тесто просто не прилипает. Поэтому бумага для выпечки. Тесто и скакалка. Я так вам, я говорю, у нас немножко походные условия. Вообще у нас, конечно, я вам открою большую тайну. Есть уже готовые печенья, потому что здесь нет у нас, к сожалению, возможности выпекать. Вот, поэтому в любом случае все эти печенья, которые я сейчас готовлю, вы сможете их попробовать прямо здесь и прямо сейчас. Очень удобные, кстати, вот такие силиконовые еще скалки. Тимур, мне кажется, нужна твоя помощь немножко. Я шучу, я шучу, я справлюсь на самом деле. Мария. Да. Я специалист по силикону, поэтому приглашай меня. Я правильно понял, что мы это все будем есть потом сырым, так как у нас нет духовки? Нет, я уже открыла за навесу тайны, что у нас уже есть готовая продукция. Кстати, то меню, которое на сайте я разработала для Нового года, оно включает в себя продукты Арифлейм. То есть там есть, в принципе, другие возможности использования коктейлей wellness, супов wellness, которые используются в качестве соусов. Соусов или соусов, как правильно говорить? Ну, американцы говорят соус-соу, но они это про другое. Маш, на самом деле я смотрю на мужчин, их лица сереют и бледнеют. Какова судьба холодца на Новый год? Они думают, Мария, может, расскажет, как сделать холодец из wellness-коктейля. Бывает ли такое? Я думаю, ты меня ставишь в тупик просто в какой-то... Ну, люди спрашивают, понимаешь, у нас же трансляция идет прямая на YouTube. Во-первых, спрашивают его номер телефона. Какой-то Армен, я не знаю. Два-два-два-два-два-два-два-два-два. Нет, на самом деле просто, во-первых, это очень замечательно и здорово и красиво выглядит, когда такая прекрасная девушка еще и готовит. Вообще, когда девушки готовят, нет сексуальной зрелищи, согласитесь. Девушки. Девушка с... Девушка с силиконовой скалкой. Силиконовой скалкой. И это тот случай, когда что-то может быть силиконовое в девушке, и это может быть привлекательным. Силиконовая скакалка, мне кажется, достаточно, честно говоря. Красота должна быть натуральная. Маша, это скалка. Красота... Молодость и натуральность, Тимур, поэтому это натуральность. Поэтому, закрывая тему силикона, да, друзья, если вы будете правильно питаться и пользоваться рецептами, силикон вам понадобится только в скалке. Поэтому, вот слушайте рецепты, это очень полезно. И мы, я уже скажу, открою маленькую тайну и маленький секрет, мы уже попробовали всей съемочной группой. Это печенье очень вкусное, поэтому вам достанется всего три штуки. Вот такие человечки у нас будут получаться, замечательные. Эти печенья вы потом можете украшать, я говорила, с детьми. А еще, открою маленький секрет и идею, такие печенья вы можете вешать на елку. Если вы сделаете здесь небольшую дырочку, до выпечки, естественно, да, то вот такие печенья вы можете вешать на ленточку красивую, на вашу елку. Это тоже будет замечательным украшением. Некоторые люди, я видел, даже в автомобиле вместо елочки вешают на зеркало. Это как амулет, оберег от Арифлэйн. Вот, немножечко я вам рассказала про сегодняшний рецепт. Ну и, как я уже сказала, у нас есть готовое печенье. Рояль в кустах, монтаж. Поэтому это печенье сейчас вы можете попробовать, как оно получилось у нас. Дети, угощайтесь. Пожалуйста, берите. Ребенок, угощайся. Бери, бери. Дайте детям сначала. Да, взрослые, вы же не против, что мы сначала детей угостим печеницем. Пожалуйста. А мы крикливые обязательно. Бери, дети. Крикливый, ты будешь печеницем? Он уже засыпает. На, держи. Да, конечно, можно. Можно сюда. Пожалуйста. Да. Так, кто еще у нас осталось? Три тучки. Кто-то сидит еще. Для любого продукта есть нормы. Но, действительно, это не будет так вредно для вашего здоровья и фигуры, как то, что вы покупаете в магазинах непонятного качества и которое делается в непонятных условиях. А тут еще своими руками, да, и можно всю семью собрать на кухне и сделать это не только, в общем, сделать из этого веселое мероприятие. Вот, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. По питанию, по готовке, может быть, еще по каким-то... Да. Стевию детям нужно. Стевия абсолютно безвредный продукт, действительно, да, и вы можете на ее основе готовить и запеканки, и любые торты, и выпечку, и класть в чай, в кофе, и куда хотите абсолютно. А? Нет, стевия, она в разных видах, да, есть. Вот эта стевия, которую мы использовали, она в виде порошка, она как сахар. То есть, в принципе, ее добавлять как сахар, она в такой же консистенции. По количеству, да, она даже немного слаще сахара. Да, поэтому даже вот с ней можно осторожнее быть. Еще какие-то есть? Творог – замечательный молочный продукт, который очень хорошо усваивается. Поэтому, если вам вдруг ночью приспичило поесть, а такое часто бывает, то молочный продукт является самым безопасным способом утолить голод на ночь. Поэтому творог и любые другие молочные продукты, так как кефир, ряженка – замечательный, да, замечательный продукт вечером. И это никак не повредит. В идеале до сна надо поесть за три часа, потому что организму нужно время для того, чтобы все-таки переварить пищу и усвоить. Потому что, когда мы спим, действительно, организм тоже отдыхает, и кишечник не так хорошо работает, да. Поэтому не вся пища усваивается, когда мы уже спим. Три часа – это самое, наверное, такое безопасное время. Но, опять же-таки, если это молочный продукт, то его можно употребить где-то даже за час, и это будет абсолютно безопасно. Последний вопрос, да. Мария, если можно, озвучить вопрос вслух, потому что не слышно. Да. Вот в 10 лет. Есть такое мнение, что молоко перестает усваиваться, да, действительно, после какого-то возраста. Но я считаю, что это абсолютно неверно. Есть люди, у которых есть непереносимость лактозы, которая есть в молоке. И этим людям действительно не нужно употреблять молочные продукты. И те люди прекрасно об этом знают. Они чувствуют очень большой дискомфорт в желудке, в кишечнике, после того, как они съели молочный продукт. Если вы не этот счастливчик, который… Да, то вам, конечно, можно употреблять молоко. Наверное, его не нужно употреблять литрами. Но добавить в кофе вполне можно, и никакой трагедии из этого не будет. Да, последнее. Яйца. Чем можно заменить яйца? Действительно, яйца в готовке можно заменить. Есть люди, которые веганы. Я не поддерживаю, как специалист, конечно, данное питание, оно не очень является полезным. Но если есть аллергия на яичный белок, действительно, в выпечке можно заменить яичный белок. Это называется льняная мука. Льняную муку заваривают в кипятке, и она очень-очень клейкая становится, консистенция. Заваривают в воде и немножечко, там, 10 минут подождут, пока она набухает. И вот этой вот мленой, вот как смесью, действительно, можно заменить яйца. И веганы заменяют питание в блюдах именно вот этим яйцам. Господи. Я надеюсь, вам понравился мой мастер-класс сегодня. Была рада вас видеть. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Мария. На это можно смотреть бесконечно. Я знаю, что у вас есть огромное количество вопросов. Но, может быть, каким-то образом тебе их еще зададут здесь, за кулисами. Потому что, к сожалению, наше эфирное время в прямой трансляции подходит к своему завершению. Но не подходит к своему завершению фестиваль «Красота как образ жизни». Прямо сейчас мы все налетаем на этих замечательных человечков. И в 15.30 нас всех ждет мастер-класс от Руслана Нигматулина, знаменитого, прославленного вратаря нашей сборной. Попробуйте забить ему гол или отбить мяч от какого-нибудь вашего друга, товарища или соседа по двору. Дорогие друзья, мы продолжаем. Это была Мария Голодковская. Ваши аплодисменты. Красота как образ жизни. Наш фестиваль продолжается. Красота как образ жизни.